Добрый день, дорогие ребята! Мы сегодня продолжаем наши лекции по офтальмологии. Прошу вас откликнуться о присутствии на лекции и начинаем нашу лекцию. Тема сегодняшней лекции у нас это глоукома, этиология, патогенез, клиника и методы лечения, диагностика, естественно, чтобы вы имели какое-то представление об этом заболевании, чтобы вам было легче разбираться. Таким образом, глоукома. Глоукома – это одно из самых тяжелейших социальных заболеваний современности. По данным Всемирной организации здравоохранения, больных глоукомой около 100 миллионов человек в мире. Причем каждый десятый пациент, а то есть в общей сложности порядка 10 миллионов человек, они слепы на оба глаза. То есть это социально инвалиды по зрению. Глоукома является, как правило, то первой, то второй причиной глазной инвалидности. И чаще всего бывает на первом месте. Почему это так? Потому что это заболевание приближается постепенно. Что является факторами риска развития глоукомы? В первую очередь наследственность. Гена глоукомы не выявлена, но известно, что генетически глоукома передается. И передается по наследству. То есть от поколения к поколению. Если у бабушек, у дедушек была глоукома, то вероятность глоукомы резко возрастает у последующих поколений. У нас наблюдаются семьи, в которых уже 3, даже 4 поколения. Как правило, приводят бабушку на консультацию. А если мы настаиваем и они проходят обследование, то у нас есть, например, несколько семей, где и у матери глоукома, и у внука глоукома. То есть у внука, а внуку 24 года, а у него самая развитая и самая рефрактерная, то есть трудно поддающаяся лечению глоукома. Поэтому если у кого-то есть в семье глоукома, то все последующие поколения должны в обязательном порядке проходить исследования на раннее выявление этого грозного заболевания. Также очень важным фактором является этническая основа. Люди темной расы глоукомой болеют в 6-8 раз чаще, чем люди белой расы. Возраст старше 40 лет. То есть глоукома – это инволюционное заболевание, которое проявляется с возрастом. С возрастом, когда идет уже атеросклеротические процессы. Сахарный диабет является фактором риска глоукомы. И стартует глоукома первичная. И в то же время такие заболевания, как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, они являются причиной уже и вторичной глоукомы, более злокачественной. Глоукомы могут спровоцировать нарушение кровообращения в сосудах головного мозга и в сосудах глаза. То есть это глоукомы после инсульта или после тромбозов глазничных артерий или вен. Также может быть внутричерепная гипертензия фактором риска развития глоукомы. Сосуды всеобщие. Если давление повышается в одних сосудах, при артериальной гипертензии, например, то вероятность повышения давления в сосудах глаза тоже очень велика. Повышение давления в сосудах глаза может привести к дистрофическим изменениям, которые потом в последующем перерастут уже в глоукому и уже повысится внутриглазное давление. Также такие заболевания глаза, как близорукость или миопия, потому что при этой патологии глаз меняет свою форму. Он вытягивается, он увеличивается в объеме, сосуды сдавливаются, и это всегда, чем выше близорукость, тем больше глаз, и тем сложнее осуществляются трофические все манипуляции внутри глаза. В связи с этим развивается дистрофия тканей глаза, что в результате может привести тоже к развитию глоукомы. Так что глоукома – инволюционное заболевание. Опасным возрастом является для глоукомы возраст старше 40 лет, но мы говорим, что глоукома сегодня помолодела, и сегодня уже возраст 35 лет является опасным для развития этого заболевания. Ребята, меня хорошо слышно? Откликнитесь, пожалуйста, кто сейчас отмечается. Хорошо меня слышно? Все нормально? Презентацию видно вам? Ответьте мне, пожалуйста. По происхождению глоукома бывает первичная и бывает вторичная. Первичная глоукома – это типичный механизм глоукомного процесса внутри глаза. А вторичная глоукома является побочным явлением, необязательным последствием, но в других, как интро- так и экстраокулярных нарушениях. Первичная глоукома – это хроническое, неуклонно прогрессирующее заболевание, которое не вполне ясного генеза и проявляет себя характерной триадой симптомов. Это определение Бодлоганова в 1856 году, выдающийся российским ученым Грефе. На сегодняшний день постулат Грефе также является актуальным, хотя уже известны очень многие и другие механизмы патогенеза, развития этого заболевания и что используется в ранней диагностике этого заболевания. Но первым ведущим фактором, конечно, глоукомы является повышение внутриглазного давления. Вначале это будет периодическое повышение, а затем уже будет это постоянное повышение глазного давления. То есть давление повышается внутри глазных структур, в стекловидном теле и во влаге передней камеры. Это давление распирает всю внутреннюю оболочку глаза и оказывает очень такое сдавливающее действие на диск зрительного нерва. Диск зрительного нерва является более слабым звеном, более такой эластичной структурой, потому что там находится решетчатая пластинка, которая прогибается под высоким давлением. В результате формируется следующий очень патагномомичный признак для глоукомы. Это такая характерная глоукоматозная экскавация диска зрительного нерва. Экскавация – это такое впячивание. Вот образуется, вот посмотрите, пожалуйста, такое впячивание в диске зрительного нерва. То есть таким образом напряжение и давление в какой-то степени спадает. Вот посмотрите, здесь представлено глазное дно – это диск зрительного нерва с исходящими сосудами, центральная артерия, сетчатки и уходящая центральная вена сетчатки. Здесь есть физиологическая экскавация в центре диска зрительного нерва. Физиологическая экскавация в норме занимает порядка 30% от общей площади диска зрительного нерва. Здесь вот нормальная экскавация. А при глоукоме, учитывая прогибание решетчатой пластинки, постепенно эта экскавация расширяется, расширяется и расширяется. То есть чем больше стадия глоукомы, тем больше эта экскавация. Здесь вот представлены вот диски зрительного нерва, которые определяются с помощью метода офтальмоскопии. И здесь вы видите разную степень физиологической экскавации. Это 30%, еще раз напоминаю. Здесь вот посмотрите, до следующим получается тоже где-то там 30-40%. А вот на следующих фотографиях уже экскавация явно больше половины диска зрительного нерва. И здесь мы видим сдвиг сосудистого пучка, который нам показывает степень экскавации. Такое впечатление, что не всегда видно, откуда выходит сосуд. Такое впечатление, что он прямо вот растет из края диска зрительного нерва. А на самом деле он стелется вот по этому углублению. Ну раз меняется диск зрительного нерва, мы знаем, что диск зрительного нерва представляет собой аксоны, которые собраны воедино, как я говорила, всегда приводила пример, как хвост на голове у девушки собран в одну резинку с соблюдением четкости принципа резинотопичности. Но раз страдает диск зрительного нерва, значит страдают ганглиозные клетки сетчатки, которые расположены по всей сетчатке и являются носителями информации. И в общем-то страдает в большей степени назальная половина диска зрительного нерва. Это более уязвимое место для внутривысокого глазного давления. В результате появляются специфические изменения в периферическом зрении. Хочу вам сказать, что при глаукоме центральное зрение, оптический центр, страдает в последнюю очередь, потому что он имеет мощную защиту и вот эту нагрузку высокого давления несет на себе непосредственно диск зрительного нерва. Специфические изменения поля зрения мы посмотрим чуть позже, когда будем разбирать с вами клинику. Согласно классификации, которая была принята в 1975 году и разработана выдающимися российскими учеными Нестеровым и Буниным, сначала определяется форма угла передней камеры. Угол передней камеры – это место, через которое уходит внутриглазная жидкость. Там находится фильтрационный аппарат глаза. Так вот, в зависимости от анатомической формы, во-первых, у любого из нас в нормальной жизни свой угол передней камеры. Он может быть от анатомических особенностей открытым, может быть закрытым или узким, еще называют его смешанным. Но у нас глаукомы нет. Но если развивается у пациента глаукома, то глаукома будет той формой, которой угол у пациента был анатомически при рождении. Таким образом, открытый угол – это открытоугольная глаукома, закрытоугольная глаукома, смешанная глаукома. По стадиям различается глаукома. Стадия – это состояние поля зрения, то есть наличием в поле зрения парацентральных скотом. Обычно в зоне бьерома, это ближе к диску зрительного нерва, там, где локализуется обычно слепое пятно. Вторая стадия обозначается римской буквой 2. Сужение поля зрения, как правило, с носовой стороны – это характерный признак при глаукоме, до 15 градусов от точки фиксации. Третья стадия – это сужение поля зрения с той же, с назальной стороны, больше 15 градусов. И дальше уже идет практически слепота. То есть сначала идет движение руки у лица, правильная светопроекция, потом неправильная светопроекция и нулевое зрение, когда глаз уже не различает свет. Это абсолютная уже будет глаукома или полная слепота данного глаза. Также третья – это уровень внутриглазного давления. Нормальное внутриглазное давление от 16 до 27 мм втутного столба обозначается в диагнозе буквой А, латинской. Умеренно повышенное внутриглазное давление от 27 до 32 мм втутного столба и обозначается это буквой латинской В. И высокое внутриглазное давление – это выше 33 мм втутного столба и обозначается латинской буквой С. Четвертое, что обязательно учитывается в глаукомном диагнозе, и это надо указывать, потому что это характеризует процесс, это компенсация, или сейчас считается стабилизация патологического процесса. Что такое стабилизированный патологический процесс? То есть это когда в результате пациент болеет глаукомой, мы сумели нормализовать ему внутриглазное давление, и в течение хотя бы 6 месяцев у него не ухудшаются зрительные функции. То есть они не ухудшаются. Такая глаукома называется стабилизированной. Если ухудшение продолжается, то это будет называться нестабилизированной глаукомой. И в отдельную категорию выводят уже острый приступ глаукомы. Это, как правило, проявление уже приступа закрытоугольной глаукомой. Об этом мы будем говорить дальше. Вот здесь вот я привожу вам пример, как формируется диагноз пациента с глаукомой. Первичная, в зависимости от тех характеристик, которые я вам привела. Открытоугольная, значит, открытый угол, субкомпенсированная или нестабилизированная глаукома 1А бравого глаза. То есть это начальная стадия глаукомы, и она первичная глаукома, не совсем стабилизирована в этой глаукоме давление. Для того, чтобы вы, ребята, представляли, каким образом происходит рост внутриглазного давления, мы должны опять вернуться с вами к гидродинамике глаза. То есть внутри глаза вырабатывается целиарным телом внутриглазная жидкость. Внутриглазная жидкость продуцируется и выходит в заднюю камеру глаза. Задняя камера глаза образована задним листком радужки, передней капсулой хрусталика, лейкоциновыми связками и вот этим вот углублением целиарным телом. Вот здесь вот вырабатывается жидкость, выходит сюда, и дальше она через зрачок, который является окном в переднюю камеру, или форточкой, которая не закрывается, выходит в переднюю камеру. Для чего нужна внутриглазная жидкость? Она осуществляет питание прозрачных структур глаза. Стекловидное тело в какой-то степени, хрусталик, метаболизм осуществляется с помощью внутриглазной жидкости, и роговица, задняя эндотелиальная часть роговицы, она питается за счет внутриглазной жидкости. Внутриглазная жидкость ударяется об эндотели в центральной части роговицы, и током жидкости уходит в угол передней камеры. Угол передней камеры, вот он как раз определяет форму глаукомы. Значит, в зависимости от того, какой он. Внутри угла передней камеры, по всему периметру передней камеры, находится фильтрационный аппарат. Вот вы видите такое губчатое вещество, которое просматривается между радужкой и между роговицей. Это губчатое вещество называется тробекулярный аппарат глаза. Что такое тробекула? Тробекула – это структура, система таких вот фильтров. Она состоит из трех структур. Это первая нижняя часть тробекулы, это ячейки более крупные, такие звенья, через которые задерживаются крупные молекулы, кусочки пигментного эпителия в результате продукта метаболизма, которые потом здесь перетираются и постепенно уходят потом уже по путям оттока. Внутриглазная жидкость проходит из первой внутренней структуры тробекулы, проходит в следующую, во вторую часть тробекулы, которая состоит из пяти-шести слоев, таких вот более мелких, мелкоячеистых ситец. Там меньше отверстия, и через них идет дальнейшее дефундирование вот этой вот жидкости. Следующий, последний слой тробекулы – это югстоконаликулярный слой, который представляет собой самый мощный фильтр и самое мощное сопротивление оттоку внутриглазной жидкости. Этот югстоконаликулярный слой имеет аморфное строение, как, например, в природе вата. Вы знаете, что самые лучшие фильтры для самогона – это обычная вата, аптечная, которая используется домашними умельцами. Так вот, югстоконаликулярный слой имеет такое же аморфное строение. И на этом основана даже хирургия глоукомы, непроникающая хирургия, когда мы во время хирургии удаляем только этот югстоконаликулярный слой тробекулы. Дальше внутриглазная жидкость из югстоконаликулярного слоя переходит в синус. Вот он, шлемов канал. Шлемов канал – это такая трубочка, которая вокруг, по всему периметру окружает тробекулу. И она непосредственно напрямую связана с тробекулой. И движение жидкости происходит благодаря вот этому шлемову каналу. То есть в шлемовом канале создается отрицательное давление. И как детская клизмочка, внутриглазная жидкость насасывается из передней камеры сквозь фильтрационный аппарат глаза. Дальше из шлемового канала жидкость уходит через эписклеральные сосуды. Таким образом, в эписклеральных венах находится кровь, разбавленная внутриглазной жидкостью. И эта кровь потом уходит в артикозные вены. Почему они называются водоворотными венами, в артикозные вены. Таким образом, существует два пути оттока внутриглазной жидкости на сегодняшний день. Первый путь, о котором я вам рассказала, это тробекулярный путь оттока. И второй путь – это увиосклеральный путь оттока. Минуя первый слой тробекулы, жидкость устремляется в сторону супрахоридального пространства. И вот здесь, через супрахоридальное пространство, уходит порядка 25-35% внутриглазной жидкости. Это вспомогательный путь оттока внутриглазной жидкости. Но в то же время, это очень важный момент. Это стало известно в конце прошлого столетия. И сыграло существенную роль в разработке лекарств, которые существенно сегодня нам помогают снизить глазное давление и, в общем-то, сохранить пациентам максимально зрение. На сегодняшний день стало известно еще о третьем пути оттока внутриглазной жидкости. Но официальных данных еще нет. Есть только такие данные, не очень убедительные, что этот путь оттока располагается в области диска зрительного нерва, вокруг диска зрительного нерва. И там уходит порядка 5% внутриглазной жидкости. Вот дренажная система глаза. Еще раз хочу вам показать. Пожалуйста, вот первый слой тробекулы, крупные ячейки. Потом более глубокий, второй слой тробекулы. И вот югстоконаликулярный слой. И дальше уже идет шлемов канал. Видите как? Здесь создается давление отрицательное. Насасывается внутриглазная жидкость. И через эписклеральные сосуды это давление уходит уже в вартикозные... Жидкость уходит в вартикозные вены. Вот таким образом мы видим угол передней камеры. Вот так вот он выглядит. Патогенез открытоугольной глаукомы. Это связано с нарушением нормальной функции дренажной системы глаза. То есть, если угол открытый у пациента, значит, мы видим все опознавательные знаки при исследовании, которое называется гониоскопия. Чуть позже мы об этом поговорим. Так вот, здесь открытоугольная глаукома. И патогенез будет следующим. Снижается отток камерной влаги в результате того, что засоряется вот этот дренаж фильтра, травикулярный аппарат. В шлемовом канале, в скринальной стенке угла передней камеры. Это приводит к тому, что повышается внутриглазное давление. Вначале это может быть периодическое повышение, которое может зависеть от изменения положения тела, в вертикальном положении человек находится или в горизонтальном, от нервно-эмоционального фактора, от величины артериального давления. А потом уже это будет постоянное повышение, потому что повышение даже периодически внутриглазного давления приводит к развитию дистрофических изменений очень высоко дифференцированных тканей, такие как сетчатка, такие как радужка. А в радужке находятся пигментные петели, задний листок. Поэтому происходит атрофия, происходит вымывание этого пигмента и засорение еще больше вот этого травикулярного аппарата. Дистрофические изменения могут привести к перерождению и даже к полной облитерации дренажной системы глаза. Когда уже идет облитерация дренажной системы глаза, мы уже наблюдаем стойкое и постоянное повышение внутриглазного давления. Возникает отрицательный баланс в сосудах, питающих зрительный нерв. То есть внутриглазное давление намного выше, и в сосудах, которые питают задние короткие целиарные артерии зрительный нерв, существенное питание снижается. То есть идет ишемический процесс. Это связано с тем, что высокое давление внутриглаза, оно не дает возможности этим сосудам осуществить питание в том объеме, как это необходимо. Дальше. Ишемия диска зрительного нерва, она переходит в атрофию зрительного нерва. Происходит атрофия и ганглиозных клеток сетчатки, и аксонов зрительного нерва. Ну, атрофия – это уже есть потеря зрения. Как мы с вами видели по полям зрения, она идет постепенно, с периферического зрения, чаще с носовой стороны. То есть идет атрофия симметрично, так же, как и развивается экскавация диска зрительного нерва. И заканчивается процесс уже полной слепотой. Но полная слепота – это не окончательное состояние глаза. Иногда глаз может быть слепым, но он симметричен, и со стороны никому не видно, что он слепой. Потому что глаз – это еще и косметический орган. А вот если уже там развивается сильный болевой синдром, когда уже это переходит из абсолютной глоукомы уже в сосудистую глоукому в результате высокого давления, то тогда даже приходится удалять такие глаза, потому что эти глаза не дают жизни нашим пациентам. Они предпочитают удалить и поставить протез, нежели жить с таким выраженным болевым синдромом, потому что не всегда с ним можно справиться. Открытоугольная глоукома. Клиническая картина. Вот в том-то и вся беда, что порядка 70% пациентов-инвалидов по зрению – это пациенты, которые как раз болеют открытоугольной глоукомой. Пациент может пожаловаться на ухудшение зрения, причем это ухудшение зрения тоже может быть периодическим. Может пожаловаться на периодическое затуманивание зрения. Здесь вот приведены картинки, как видит пациент, у которого нормальное зрение, и как он видит, когда оно затуманивается. Появляются радужные круги при взгляде на источник света. Параллельно, крайне редко, но может быть такие признаки, как боль в надбровной области и голове, соответствующей половине, чувство распирания какого-то глаза, обычно того, где выше будет внутриглазное давление. Поэтому признаки вот такие симптомы. И, как правило, пациенты с открытоугольной глоукомой приходят к врачу тогда, когда вдруг случайно закрыли глаз, смотрели телевизор или что-то там рассматривали, и обнаружили, что один глаз уже не видит. То есть проходит практически бессимптомно. И уже тогда пациенты приходят к доктору-офтальмологу, что является уже очень поздним обращением пациента. На что надо обращать внимание клинически? На состояние переднего отрезка глаза. Определяется это методом фокального или бифокального освещения с помощью биомикроскопии или щелевой лампы. И определяется угол передней камеры, величина угла с помощью метода исследования, который называется гониоскопия. Гонио – это угол, копия – это смотреть. Какие объективные изменения? Вот при осмотре в фокальном освещении мы видим сосуды глаза расширены. В норме здесь сосудов не должно быть, их не видно. А здесь вот сосуды расширены, посмотрите. Вот симптом эмиссария, когда вот такой вот эмиссарий – это как раз вот тот эписклеральный сосуд, который забирает кровь из шлемового канала. Посмотрите, вот расширенный эмиссарий, он выходит на поверхность извитой, кровенаполненной. Все сосуды глаза извиты, вены особенно, посмотрите. Так называемый симптом кобры, посмотрите. Это веночка, которая выходит через склеру, просто вена. И вот посмотрите, у нее ампульное такое расширение сразу, как голова кобры. Это потому, что внутри глаза высокое давление. То есть такое идет паранкообразное расширение этого сосуда. Все это приводит к дистрофии, в первую очередь радужки. И мы всегда один глаз, глоугома – это всегда болезнь двух глаз, но всегда один глаз наблюдается асимметрия. Один глаз раньше развиваются трофические изменения, в другом чуть позже. Зависит от кровоснабжения правого-левого полушария. И вот мы смотрим на радужку, и мы видим, что криптоэлаконы в радужке, они как бы лысеют, они теряют свою бархатистость, даже какой-то оттенок. И сравниваем всегда с другим глазом пациента. И тогда мы видим, что там трофические изменения. Еще наблюдается такой симптом, как субатрофия радужки. То есть субатрофия зрачка. Мы видим, что так как жидкость из задней камеры под таким давлением выходит в переднюю камеру и ударяется об эндотели роговицы, то здесь вот ток жидкости ускоряется при высоком давлении. И вот за счет вот этого напора идет отмывание вот этого вот эпителия пигментного, который находится в области зрачка. И там, где больше глаукома у пациента, в том глазу, эта пигментная бахромка, она будет гораздо уже. Она будет гораздо уже. И мы говорим, что здесь даже белый ободочек может быть в виде белого кольца. Это атрофия от этого пигментного эпителия радужки. Мы говорили уже не раз, упомянули гониоскопию. Так вот, это определение, методика, которая позволяет определить угол передней камеры. При обычном осмотре, при осмотре с помощью щелевой лампы или при офтальмоскопии глазного дна, угол передней камеры увидеть невозможно. Угол передней камеры можно увидеть лишь только с помощью специальной линзы. Вот здесь гонию линза. Это может быть трехзеркальная линза, это может быть просто гониоскоп красного. Их есть огромное количество разновидностей. И вот эта лиза, она контактно устанавливается после предварительного обезболивания на роговицу глаза, вот как здесь доктор это делает. И мы смотрим в зеркало, и мы вот видим вот такую картину. Что же там у нас в углу передней камеры? А там может быть вот такая картина. Вот посмотрите. Вот здесь вот то, что написано, третье, четвертое. Это, в общем-то, открытый угол. Мы видим все познавательные знаки. Мы видим усиление пигмента при глаукоме. Мы видим тробекулярный аппарат, который густо пигментирован. Мы можем видеть пигментацию и уплотнение корно-склеральных тробекул. Мы видим склеральную шпору и другие опознавательные знаки. Это говорит о том, что угол открыт. То есть здесь вот радужка, здесь вот мы видим радужка, здесь роговица, радужка, здесь вот роговица, а вот это вот фильтрационный аппарат глаза. Здесь вот вторая часть. Здесь вот узкий угол. Здесь нам видно только вот система тробекул. Пигментированные тробекулы. Угол неравномерный. Могут быть гониосынахии. Это спайки между роговицей и радужкой, которые развиваются в результате длительно пребывающего внутри глаза высокого глазного давления. Ну, а то, что вы видите вот здесь вот, это уже закрытый угол. Вы здесь видите только лишь радужку и вы видите роговицу. Никаких опознавательных углов для дренажной системы глаза мы здесь не видим. Это не значит то, что там этого нет. Там все это есть. Но это все находится за радужкой. Такой угол называется клюовидный. То есть он нам недоступен для осмотра даже при гониоскопии. Поэтому такой угол называется закрытый. То есть он функционально открыт, но для обзора он закрыт. Это закрытый угол. Ну, я хочу прокомментировать вот здесь вот гониоскопию. Это вот радужка. Посмотрите, пожалуйста, вот гониоскопии. Здесь хорошо видны неравномерный угол радужки. Посмотрите, пожалуйста, практически закрыт. Травикулярного аппарата местами вот кое-где просматривается. Но, в общем-то, это уже такая далеко зашедшая гулкома с такими вот грубыми изменениями в углу передней камеры и с таким вот невозможностью уже пропускать жидкость через фильтрационный аппарат глаза. Ну, и самым главным методом это является определение внутриглазного давления. Это общепризнанная аббревиатура ВГД, внутриглазное давление. Это тонометрия. В нашей стране тонометрия общепринята это по Маклакову, в честь выдающегося российского ученого. Грузиком 10 грамм определяется вот контактным методом после предварительного обезболивания глаза, фиксации глазного яблока, прокрашивания колорголовым красителем, определяется вот в свободном таком вот режиме внутриглазное давление. И этот кружочек потом фиксируется на белой бумажке, которая смазывается спиртовым шариком, для того, чтобы лучше зафиксировать этот колорголовую краску. Потом с помощью специальной линейки измеряется кружочек, который получается, и это будет внутриглазное давление. Также есть другие методы исследования. Это тонометр, тонограф, который определяет вот более автоматизировано сделать внутриглазное давление, обзмерить, и в то же время сделать тонографию, не только тонометрию, еще тонографию, то есть сделать двух- или четырехминутную пробу для изучения гидродинамики глаза. За рубежом широко применяется, и в настройне сейчас уже тоже стали переходить, это тонометрия Гольдмана, когда все то же самое контактным путем, после предварительного обезболивания, после прокрашивания красителем наконечника тонометра Гольдмана, вот как вот здесь на этой рисунке, мы определяем внутриглазное давление. Дальше это метод исследования с помощью тонопен, это современная технология, которая позволяет измерить внутриглазное давление электрическим тонометром, но лучше всего, когда этот тонометр используется в условиях дома, и можно измерить давление через века, то есть чтобы пациент себе не повредил саму глазную поверхность. Но тем не менее, этот метод в одних руках, в руках одного человека, на одном пациенте, он может показывать достоверно какие-то повышения и какие-то колебания внутриглазного давления. Ну и когда мы не можем измерить внутриглазное давление с помощью приборов, то тогда существует еще вот такой метод измерения пальпаторно. Каждый врач-офтальмолог умеет пальпаторно определить, нормальное это давление или ненормальное. Оно повышено или понижено, или нормальное, или большая разница между правым и левым глазом. Это приходит с опытом. Обычно так измеряется давление у пациентов после каких-то хирургических вмешательств, когда мы можем вот таким образом это давление проверить. Современный метод исследования, но он является скрининговым методом исследования, это пневмотонометрия, когда пациенту измеряют глазное давление путем такого вот, путем выхлопа воздуха. Это скрининговый метод. При глаукоме все-таки рекомендуется определять давление контактными методами. Поля зрения. Состояние поля зрения или периферическое зрение, как мы говорим, оно, в общем-то, определяется разными методами. Это довольно старый метод. Это с помощью периметра Ферстера, который вы много раз видели на разных кафедрах, в основном физиологии, и проверяли друг другу, наверное, периферическое зрение. Но современные методы исследования, это такие компьютерные периметры, Хамфри и другие периметры, анализаторы поля зрения, которые позволяют большой достоверностью определить не пороговую чувствительность, а надпороговую чувствительность сетчатки. И на сегодняшний день внедрение вот такой современной техники позволило нам выявлять глоукому на более ранней стадии развития. Вот как меняется поле зрения. Мы говорили, что поле зрения выпадает с назальной стороны. Вот как видит пациент, посмотрите, пожалуйста, это нормальное поле зрения. Это уже небольшое ограничение, которое пациент может не замечать, потому что это назальная половина, и другой глаз перекрывает этот дефект поля зрения, и пациент не может выявить, когда он начинает терять зрение. Вот здесь вот, посмотрите, это уже развитая стадия заболевания. Здесь вот мы видим более глубокий дефект поля зрения. Посмотрите, пожалуйста, здесь дефект еще больше увеличивается. Здесь уже остаточное зрение, эксцентричное только, а здесь уже полная слепота. Вот так вот идет эволюция поля зрения, прогрессирование глоукомного процесса и путь от нормального зрения до полной слепоты. Так вот выглядит это на протоколах исследования. Посмотрите, пожалуйста, вот парацентральные скотомы. Вот это уже скотома с абсолютными скотомами, относительная скотома с абсолютными скотомами. Здесь уже далеко зашедшая глоукома. Это правый глаз, это левый глаз. Посмотрите, пожалуйста, парацентральная скотома, а здесь уже концентрическое сужение поля зрения, вот периферия что-то еще видит, а здесь вот парацентральное уже зрения практически нет. И вот еще, видите, протоколы исследования, вот выпадение назальных половин поля зрения, посмотрите, пожалуйста, в одном глазу, в другом глазу, а потом уже идет концентрическое сужение полей зрения, это уже почти терминальная стадия. Но хочу вам сказать, ребята, что даже при таком поле зрения, при глаукоме, пациент иногда может видеть даже 100%, хотя уже вот трубчатое поле зрения в пределах 5-10 градусов, но он может видеть, центральное зрение будет еще достаточно высоким. Вот в этом коварство глаукомы. Это вот протоколы исследования компьютерной эстетической периметрии Хамфри. Посмотрите, пожалуйста, это сделано исследование в течение нескольких лет у пациента. И вот посмотрите, вот такое поле зрения было изначально. Потом пациенту дали препарат, получили вот такое поле зрения, то есть здесь уже лучше у пациента. А потом в последующем у него вот поле зрения таким образом менялось. Поле зрения определяются в среднем раз в полгода. И вот посмотрите, пожалуйста, вот черных пятен появилось гораздо больше. Это вот место, это слепое пятно. Вот посмотрите, здесь еще больше, здесь еще больше и здесь. То есть мы наблюдаем в течение двух с половиной лет явное прогрессирование глаукомного процесса. Здесь всегда мы выявляем причину, почему это происходит. То ли не совсем нормальное давление, то есть для данного пациента есть индивидуальное толерантное давление каждому пациенту, комфортное для него. То ли здесь пациент нарушает режим закапывания. И он капает только тогда, когда приходит к вам в кабинет. Но когда пациент уже доходит до этой стадии, тогда пациенты уже активно наблюдаются у врача-офтальмолога, потому что они уже понимают, что они могут ослепнуть. А когда первая, вторая стадия заболевания, кстати, на диспансерном учете меньше всего наблюдаются пациенты первой, второй стадии. Больше всего наблюдаются пациенты третьей и, конечно, четвертой стадии, когда уже они почти слепы. Таким образом, основные изменения, которые мы можем фиксировать, это изменение дискозрительного нерва, который является характерным для пациента. И измеряется он, исследуется с помощью метода офтальмоскопии. То есть мы смотрим глазное дно и анализируем состояние дискозрительного нерва. Также есть современный метод исследования. Это оптическая когерентная томография, которая позволяет тоже, это абсолютно объективный метод исследования, потому что он не зависит от самосознания пациента, является бесконтактным методом. Ну вот если мы возьмем дискозрительного нерва при офтальмоскопии, мы с вами уже говорили, что мы смотрим экскавацию. Нормальная экскавация составляет, физиологическая экскавация, 30% от площади дискозрительного нерва. Это соотношение называется коэффициент армали 0,3. Если этот коэффициент больше, то всегда надо думать о том, что это, возможно, глаукомный процесс. То есть здесь надо обязательно пациента исследовать на предмет глаукомы. Здесь вот вы видите схемки, вот как идет экскавация, вот посмотрите, вот какая площадь глубины экскавации. Здесь вот вы видите начальная стадия развития, которая соответствует этой картинке. Здесь уже развитая стадия, посмотрите, какая экскавация глубокая. А здесь уже далеко зашедшая, с выраженной глубокой экскавацией, практически с полной атрофией зрительного нерва. Вот посмотрите, пожалуйста, на этих картинках вам приводятся примеры. Вот, и я буду очень рада, очень жалко, что нет прямого контакта, что вот здесь мы всегда со студентами, всегда вы имеете возможность свободно предположить, какой коэффициент армали. Вот если мы возьмем за норму вот этот глаз, то здесь, наверное, уже мы видим сдвиг сосудистого пучка, и уже коэффициент армали будет не 0,3, а все 0,5, наверное, да. Посмотрите, как вот в назальную сторону смещается сосудистонервный пучок. Вот посмотрите здесь, пожалуйста, тоже смещается, еще по краю диска появляются геморрагии. Это является всегда признаком глаукомы. А здесь, посмотрите, уже вообще диск серого цвета, сосудистонервный пучок полностью смещен, и выраженная уже, посмотрите, вокруг диска перепапиллярная атрофия сетчатки. Здесь то же самое. Не совсем понятно при этой экскавации, откуда идет этот сосуд. Такое впечатление, что он прямо из края диска вырастает. А этот сосуд, это нижний обед центральной вены сетчатки. Он заходит вот вместе с этой веной, вот с верхней, и потом делится. То есть он идет по вот этой экскавации и выглядывает только на поверхности диска. Ну и вызывается вот такая атрофическая. Видите, какие изменения сетчатки. Сетчатка прямо уже географическая атрофия. Посмотрите, уже сетчатка истончена. Хорейдея просматривается, частично пигментированная. И выраженная, конечно, перепапиллярная атрофия. Ну и здесь вот при оптическо-когерентной томографии мы можем констатировать, в общем-то, вот эти изменения на гораздо более раннем этапе развития. Так же, как и на компьютерной периметрии Хамфри. Посмотрите, пожалуйста. Вот это сетчатка. Это все 10 слоев сетчатки, которые нам известны. Это нормальное глазное дно. Посмотрите, пожалуйста. И с помощью вот этой безумно дорогая техника, она позволяет нам видеть слои сетчатки просто через бесконтактным путем. Вот протокол исследования оптическо-когерентной томографии. Вот типичная глаукомная экскавация. Эта экскавация не глубоко. Она поверхностно, блюцеобразная экскавация. Но по площади она занимает больше половины диска зрительного нерва. В цифровом, цветовом варианте, здесь вот справа нам представлены все показатели, которые четко математически обсчитываются. И мы можем судить о том, глаукома это или нет. Очень важным исследованием на когерентном томографе является толщина слоя нервных волокон, которые находятся в области зрительного нерва. Так вот, зеленая это физиологическая норма, желтая это переходящая, а красная это патологическая зона. Вот посмотрите, где проходит вот эта черная линеечка. Явно сужено, уменьшено уже количество слоя нервных волокон. Это всегда говорит в пользу глаукомы. А здесь уже еще больше. То есть вот левый глаз, более прогрессивная форма глаукомы и более высокая стадия этой глаукомы. Вот посмотрите сравнение когерентной томографии с периметрией Хамфри и с офтальмоскопической картиной. Вот это поле зрения, которое осталось у пациента. Все остальное пациент не видит. Когерентная томография этому соответствует. Это еще один метод исследования, тоже томограф сетчатки Хайдельверга. Сегодня очень много этих томографов разных. Они делают все срезы, несколько срезов оптических, бесконтактные методы. И вот в соответствии полям зрения. Посмотрите, пожалуйста, и офтальмоскопическая картинка. Таким образом, мы говорили, что открытоугольная глаукома проходит безсимптомно, почти. А вот закрытоугольная глаукома. Мы говорили, что закрытоугольная глаукома – это когда функционально мы не видим дренажной системы глаза. Вот посмотрите, пожалуйста, это вот открытый угол, а вот это вот закрытый угол. Это клювовидный угол. Он где-то вот здесь находится, и мы его в норме не видим. Что происходит при закрытоугольной глаукоме? Там при повышении внутриглазного давления, при засорении тропикулярного аппарата, незначительного, там происходит смещение ирида хрусталиковой диафрагмы. То есть хрусталик вместе с радужкой смещаются вперед. И происходит вот здесь вот, учитывая, что здесь практически угол, тут щелевидный, клювовидный угол, то здесь при смещении еще больше блокируется радужкой этот угол передней камеры. Развивается вот такой функциональный блок. Ухудшается движение жидкости из задней камеры в переднюю камеру, потому что зрачок расширяется, и он прочнее прилипает к капсуле хрусталика. И жидкость, которая вырабатывается целиарным телом, она вот здесь собирается под радужкой и выйти уже не может в переднюю камеру. Чем больше жидкость не может выйти, тем больше она же вырабатывается, тем больше она вот здесь накапливается и надувается радужка, называется это бомбаж радужки. То есть радужка бомбируется в сторону передней камеры, в сторону роговицы. Дальше, чем больше бомбируется радужка, тем больше закрываются пути оттока. Возникает окклюзия полная радужкой трабикулярной зоны. Камерная влага пропотевает стекловидное тело, приводит к его набуханию. Давление глазное еще больше возрастает. И рида хрусталиковая диафрагма еще больше смещается. И идет полная окклюзия или блокада в угла передней камеры. И в такой ситуации при закрытоугольной глаукоме можно наблюдать иногда повышение давления до 60, даже в литературе описаны случаи до 80 мм штутного столба. Как проявляет себя закрытоугольная глаукома? Во-первых, закрытоугольная глаукома проявляет себя сильным болевым синдромом. Сильный болевой синдром не дает пациенту возможности усидеть дома, поэтому такие пациенты сразу же бегут к своему доктору, в поликлинику, к врачу-офтальмологу. И тогда предпринимаются меры по снижению давления, и пациент, во всяком случае, сохраняется ему зрение. Поэтому инвалидов от закрытоугольной глаукомы в два раза меньше, хотя она агрессивнее протекает, чем открытоугольная глаукома. Во время каждого приступа здесь вот между радужкой и роговицей образуются такие спайки, которые называются гонио-сенахи. Вот эти спайки, они еще больше блокируют угол передней камеры. А сейчас давайте мы посмотрим, что мы должны делать, когда, то есть что провоцирует сначала приступ закрытоугольной глаукомы. Провоцирующими факторами может быть это нервное напряжение, это переутомление, это длительное пребывание в темноте, когда длительно расширяется зрачок, это медикаментозное расширение зрачка в поликлинике, когда доктор не знает, какой там угол пациента передней камеры, это длительная работа с наклоном головы и прием большого количества жидкости. Вот особенно у мужчин, которые любят выпить пиво, еще соленой рыбкой побаловать себя. Вот тогда вот здесь вот развивается вот такой вот приступ закрытоугольной глаукомы. Вот посмотрите, так выглядит глаз с острым приступом глаукомы. Глаз красного цвета, застойная инъекция, жуткий глаз уже, он прищурен, светобоязнь, слезотечение, затуманивание зрения, потому что развивается отек роговицы, появление радужных кругов при взгляде на источник света, ну и самый главный симптом – это невыносимая боль внутри глаза. При резко вооруженном приступе могут появиться даже тошнота и рвота. Очень часто острый приступ может появляться на высоте артериального криза, высокого артериального давления, и тогда боль может эрозировать в область сердца, живота и так далее. Поэтому каждый врач, какой бы специальности он ни был, он должен уметь оказать первую помощь при приступе глаукомы. Чем быстрее будет оказана помощь, тем больше шансов сохранить зрение данного пациента, потому что длительно высокое давление в этот болевой синдром пациент выдержать не может, и пациент быстрее потом ослепнет. Поэтому такого пациента надо сразу же пальцами потрогать оба глаза. Вы сразу увидите разницу через веко между правым и левым глазом. Надо закапать ему обезболивающий препарат. И следующим этапом надо пациенту обезболить. То есть ему надо ввести аналгетики, для того чтобы кетанов, аналгин, баралгин, для того чтобы ему стало легче. Если у него высокое артериальное давление, то надо снизить это артериальное давление. Чем характеризуется приступ? Кроме того, что глаз болит, он красный. Вот посмотрите, расширяются сосуды всей передней поверхности глазного яблока. Появляется типа смешанной инъекции. Это будет как застойная инъекция, такая венозная инъекция, и сосуд будет багрово-красного цвета. Роговица будет отечная, мутная. Чувствительность может быть снижена у нее. Передняя камера мельчает. Она меньше, чем передняя камера другого глаза, потому что высокое давление, сдвиг ирида хрусталиковой диафрагмы, он не позволяет камере расшириться. Может быть бомбаж радужки. Зрачок будет широкий. Бомбаж радужки – это когда радужка прямо лежит на эндотелии роговицы. Такое близкое касание к эндотелию может быть. При осмотре глазное дно видно в тумане. У пациента, как правило, развивается отек диска зрительного нерва. Иногда могут появиться геморрагии вокруг него. Во время приступа давление может повышаться до 60-80 мм тутного столба. А ток жидкости из глаза практически прекращается полностью. При гониоскопии полное закрытие угла передней камеры. Но хочу вам сказать, что во время приступа гониоскопию сделать нереально. Поэтому мы делаем гониоскопию другого глаза. Потому что, как правило, в обоих глазах строение анатомическое, оно одинаковое. Поэтому если в том глазу мы видим закрытый угол, то мы имеем дело с приступом закрытоугольной глауковой. Иногда этот приступ развивается обратно. Но это связано с паразом секреторной функции цилиарного тела. Когда внутриглазная жидкость больше не вырабатывается, на этом останавливается. Но после каждого приступа остаются гониоскопии. Угол еще больше блокируется. И развивается вот такая секторальная атрофия радужки. В зрачковой крае он развивается с инохией. Он прилипает к капсуле хрусталика. И, в общем-то, глаз постепенно теряет зрение. Вот посмотрите, здесь на снимке бомбированная радужка. Это колобома уже послеоперационная. Полностью запаян зрачок. Посмотрите, пожалуйста. Тут внутриглазная жидкость не может выходить. Вот такая картина передней оптической конгрентной томографии. Видите, как бомбирована радужка и как, в общем-то, угол передней камеры полностью закрыт. А вот это надо, чтобы вы обязательно знали, потому что это чрезвычайно важно знать врачам любой-другой специальности. Это в первую очередь пациента нужно срочно госпитализировать в соответствующее глазное учреждение. Контроль артериального давления. Давление высокое. Надо его снизить с теми методами, которыми обычно вы это делаете. В глаз нужно часто закапывать каждые 15 минут пилокарпин однопроцентный. И первый час капается каждые 15 минут, потом капается каждые 30 минут. Также капается тимололмолиат. Это бета-адреноблокатор. Если у пациента нет других противопоказаний, то капается бета-адреноблоколиат. Тимололомолиат для того, чтобы снизить секрецию целиарного тела, продукцию внутриглазной жидкости. Надо обезболить обязательно пациенту внутримышечно. Также надо дать ему мочегонные. Мы очень любим давать диокарп, ингибитор карбангидраза общего действия, так как он подавляет секрецию влаги целиарным телом. Фермент карбангидраза находится в целиарном теле. Тоже он обладает мочегонным действием. Мы даем обязательно с таблетками аспаркама или панангина. И очень хорошо в такой ситуации сделать пациенту, дать таблеточку фуросемида или уколось лазик с пациенту, для того, чтобы вызвать быстрый отток жидкости, уменьшить объем циркулирующей жидкости и в глазу тоже давление будет падать, пациенту станет легче. Обычно в первые же сутки пациент уже после госпитализации должен быть оперирован и должны быть созданы новые хирургическим путем, новые пути оттога. Мы всегда, когда делаем пациенту антиглаукомную операцию при остром приступе глаукомы, всегда для профилактики мы делаем лазерную иридектомию на другом глазу, для того, чтобы на другом глазу тоже не было аналогичного приступа закрытоугольной глаукомы. Глаз парный орган, поэтому мы уже заботимся о другом глазе тоже. И потом, буквально через 2-3 дня, обычно уже после первых суток делается антиглаукомная гипотензивная операция. Ну, вы должны уметь провести диагностику с острым иридоциклитом. На прошлой лекции вы разбирали эти воспалительные заболевания радужной оболочки и сосудистой оболочки глаза. То есть, если при иридоциклите и там, и там светобоясь, слезотечения, выраженный болевой синдром, блефороспазм, но если больному при глаукоме расширен зрачок, при иридоциклите он сужается за счет того, что образуются спальки в области зрачка, задней сынахии. Поэтому в этой ситуации, вот вы всегда вот по таким вот ориентирам должны уметь провести диагностику между острым иридоциклитом и острым приступом глаукомы. Ну и при остром приступе глаукомы будет высокое внутриглазное давление, хотя бывает острый иридоциклит с гипертензией, то есть тоже с повышением давления и частичной блокадой угла передней камеры. Но надо быть очень внимательным, надо очень тщательно подходить, потому что принципы лечения в корне разные. Если там надо зрачок расширять, то здесь надо зрачок сужать. Поэтому всегда очень важно, чтобы специалисты разобрались, с чем имеют они дело. Это вот на этой табличке представлены, можете сфотографировать себе, представлены диагностика острого приступа глаукомы и острого иридоциклита. Ну, также у малышей бывает врожденная глаукома. Вот здесь фотография очаровательного малыша, посмотрите его глазки, и мы видим, что вот этот глаз меньше, этот глаз больше, да? Это вот врожденная глаукома. Такой глазик у ребенка называется буфтаума, то есть бычий глаз. Это происходит потому, что у детей очень эластичные ткани, очень эластичная склера и малейшее повышение давления приводит к тому, что глаз увеличивается в размере. Поэтому новорожденным всегда проверяют диаметр роговицы, он должен быть где-то в пределах 9 мм. Вот если больше, если разница больше, чем 2 мм, то выставляете диагноз врожденной глаукомы. Ну, врожденная глаукома встречается в 100 раз реже первичной глаукомы. И заболевание у 75% детей, врожденная глаукома двухстороннее. Причиной развития врожденной глаукомы может быть недоразвитие угла передней камеры, то есть такой дисгонез, закрытие угла остатками мезодермальной ткани, которая не рассосалась в процессе внутриутробного пребывания ребенка. И тогда надо в срочном порядке такого ребенка оперировать, чтобы остатки зрения ему сохранить. Или выявить причину, может быть какая-то другая причина развития вот такой вот сложной патологии. Вот ребенок, посмотрите, вот здесь двухсторонняя врожденная глаукома у него, у него увеличены зрачки, посмотрите. Высокие цифры давления по всей вероятности и роговицы тоже в размере увеличены. Ранними признаками врожденной глаукомы являются застойная инъекция сосудов глазного яблока, отек роговицы, увеличение размера роговицы, углубление передней камеры, расширение зрачка, вялая реакция зрачка на свет, светобоязнь, слизистичение и глефороспазм. Ну, вот здесь вот тоже пациент с врожденной глаукомой, посмотрите, с такими мутными отечными роговицами, что я даже не видно, где этот глазики находится. Вот, поэтому эти пациенты подлежат очень быстрому хирургии, даже в новорожденном состоянии. Принципы лечения глаукомы – это снижение внутриглазного давления, улучшение глазного кровотока, нейропротекция, лечение сопутствующих заболеваний. В лечении глаукомы используют медикаментозную гипотензивную терапию в виде глазных капель, консервативное лечение, направленное на улучшение гемодинамики, коррекцию метаболических процессов, борьбу с ишемией, это нейролетинопротекция идет, также широко используется лазерное гипотензивное лечение и обычная микрохирургию этих глауком, ну и санаторно-кулортное лечение. Современное медикаментозное лечение глаукомы включает в себя следующие группы препаратов. Это аналоги простагландинов, это травопрост, тафлюпрост, ксалопрост, латонопрост, бета-адреноблокаторы, они бывают селективные и неселективные, такие как тимолол, его аналоги, селективные – это бетоксалол, бетоптик, бетоптикэс, ингибиторы карбангидразы, такие как дорзоламид, бринзоламид, адреномиметики, симпатомиметики и холиномиметики. При закрытой угольной глаукомы препаратом номер один является пилокорпин, холиномиметик, который сужает зрачок, то есть он оттягивает радужку от своего корня, что оказывает механические гипотензивные действия. Ну и существует огромное количество операций, я не буду вам перечислять, надеюсь, на кафедре при хорошем поведении вам покажут эти все фильмы. Это микрохирургия глауком, разновидностей огромное количество, это фильтрующие операции, это фистулизирующие операции, это непроникающие фильтрующие операции, операции с использованием различных дренажей и циклодеструктивные операции, то есть операции, которые разрушают ткань цилиарного тела с помощью криокоагуляции, с помощью лазерной коагуляции цилиарного тела трансклеральной и сразу автоматически подавляется продукция внутриглазной жидкости. Это вот такие вот схемки этих операций, о которых я говорила. Считается, что глаукомные операции гораздо сложнее технически, они более тонкие операции. Вот здесь вот дренаж Ахмеда, вот пациент после имплантации такого дренажа, когда имплантируется, когда уже ничего другое не помогает, циклофотокоагуляция вот с помощью лазера идет деструкция трансклерально- отростков цилиарного тела. Таким образом, дорогие ребята, хирургия врожденной глаукомы, учитывая этиологию заболевания, наличие мезодермальной ткани в углу передней камеры, предусматривает исключительно хирургическое лечение, то есть лечение глаукомы по-другому врожденной быть не может. Эта хирургия включает в себя разные объемы операции. Это может быть гониотомия, рассечение этой мембраны внутри угла передней камеры. Это тробекулотомия, рассечение по тробекуле. И это может быть просто удаление самой тробекулы. Тробекулэктомия в каком-то одном из секторов глаза. Обычно это делается на 12 часах. Ну, вот таким образом мы с вами тему блогу мы разобрали. Надеюсь, вам все будет понятно, все будет ясно. Благодарю за внимание. Продолжение следует...